Менее трех часов понадобилось атмосферному фронту, чтобы скрыть Владивосток под водой. 50 миллиметров осадков сделали свое мокрое дело. Утром 27 августа была затоплена площадь Луговая, улицы Спортивная и Калинина, спальные районы Кузнецова, Шепеткова, Нейбута, Ватутина, Снеговая, Сельская и Манская. Под водой оказались дороги на Тухачевского, Фадеева и Борисенко. Дороги на Русском острове до поворота на канал. Настоящее озеро образовалось на перекрестке в районе Динамо. Горожане, кто с удовольствием, а кто и с крепким словцом, снимают видео и делятся впечатлениями о своих приключениях. Передвигаться по Приморской столице действительно небезопасно, как автомобилистам, так и пешеходам. О-о, здесь опасно. В районе улицы Ладыгина на дорогу сошел поток воды и грязи. Пока пострадавших нет, но горожане опасаются, что скоро на дорогу начнут падать гаражи, которые стоят на Косогоре. Первую половину дня многокилометровые пробки наблюдались на большинстве крупных транспортных артерий города. Восьмибальные пробки сковали Первореченский, Ленинский и Первомайский районы. Особенно долго пришлось стоять горожанам в районе улиц Постышева, Столетия и Спортивной. К слову, рынок на Спортивной тоже утонул. Из-за щебня, который нанесло с дорогой откосов, было замедлено движение трамваев и троллейбусов. На путях работают оперативные службы. Затопило улицу Добровольского. Уровень воды местами достиг одного метра. Одна машина утонула. Легковые автомобили теперь не рискуют преодолевать этот участок. Проезжают лишь автобусы и грузовики. Стоит отметить, что это свежий, отремонтированный участок дороги. Недавно на Добровольского положили асфальт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но не только дорожное движение вызывает опасения. На Пацаева 3А произошел взрыв в трансформаторной подстанции. Причиной взрыва стало затопление. К обеду она наполовину ушла под воду. Расположенная рядом ливневка забита. Местные жители уверяют, станцию топит каждый год. Без электричества сейчас остаются 37 домов. Дорожные службы Владивостока как могут ликвидируют последствия стихии. Продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Глава города отметил, что мэрия себя ответственности не снимает. Городские службы делают все возможное. Но надо понимать, что на город обрушились очень сильные осадки. Мы знаем здесь обрушение. И еще возле дома со стенки сошел оползень, где машины засыпало. Опять машин полностью земля сошла. Стенка крепкая, а земля слабая. И оттуда аж намыло. Потом было на ДОФУ, но на ДОФУ все прошло нормально. Потошево, все где примыкание столетия, тоже ливневки работают. Приняли, тут же сошла вода быстро. И на данном моменте, вот не было сейчас, опять когда дождь прекратился, ливневки успели все отработать. Вот на Луговой. Ну на Луговой, вы знаете, мы там в этом году делаем Борисенко ливневку. И на второй год у нас там очень большая сумма. Это мы сделаем на следующий год, что не будет топить уже Луговую. Ну, сейчас все АТУ района работают по точкам, знают, где какие деревья. И это первоочередной локальный момент, где надо это устранить. И дальше пойдем по каждому району, где мы знаем, где у нас аварийные стенки. Мы знаем на Котельниковой стенке. И сейчас будет первая дума, где мы передвижку сделаем и сделаем ЧС, на Котельниковой стенку аварийную. И мы наблюдаем за ней. По данным Примгидромета, сильные ливневые дожди будут продолжаться во Владивостоке до 28 августа. В утренние часы буквально за пару часов в Владивостоке выпало 40 миллиметров дождя. А сейчас к середине дня количество осадков, общее количество осадков достигло 55 миллиметров. Также усилился в городе южный ветер. Что касается предстоящей погоды, то сегодня еще в течение дня вероятность дождя сохранится. То есть он будет идти, то периодически то усиливаясь, то ослабевая. И такая дождливая погода в Владивостоке сохранится до конца рабочей недели. То есть дождь будет идти с какой-то периодичностью. И также нельзя исключать новых грозовых ливней в Владивостоке. Отметим, что сильные ливни в Приморской столице – дело обычное. Но каждый раз местная система ливневой канализации с разгулом стихии не справляется. Даже после прочистки, капитального ремонта и реконструкции сетей. Создается впечатление, что существующие инженерные решения либо исчерпали свои возможности, либо не имели их вовсе. А властям города и края, проектировщикам и строителям пора уходить от несовершенных для Дальнего Востока технологий и брать на вооружение опыт азиатских соседей, которые научились противостоять и более мощной стихии. Катерина Матвеева, Сергей Толатиев, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok